Следующий вопрос. Вы сказали, что Западу невыгоден развал России на несколько государств, но почему же тогда Запад развалил СССР? Было несколько вопросов такого содержания, и здесь, очевидно, идет отсылка к разговору Карлсона и Путина, и комментарии Такера Карлсона, записанные после этого интервью, где он сказал, что Западу, в общем, не особо выгодно разваливать современную Россию по целому ряду причин. Ну, я здесь добавлю свои пять копеек. Во-первых, я бы хотел сказать, что СССР развалил не Запад. Запад принял участие в распаде Советского Союза и поддержал те силы, которые выступили таким движущим тараном на пути распада Советского Союза. Он был заинтересован не столько в распаде СССР, сколько в уничтожении социализма. А для этого нужен был распад СССР, который, во-первых, поддержал национальную буржуазию в республиках советских, которая зарождалась все 70-80-е годы, и тем самым именно эти социальные группы стали движущей силой контрреволюции, вернувшей Советские Республики в лоно рыночной экономики. Западные страны подпитывали, естественно, эти силы и были заинтересованы в том, чтобы и в России, и в Белоруссии, и на Украине, и в Молдавии, и в Средней Азии появились свои крупные собственники, которые стали гарантами сохранения и консервации периферийных, рыночных, капиталистических отношений на территории России. В этой связи нужен был распад СССР, потому что в распаде СССР были заинтересованы эти национальные группы, группы национального капитала, которые сегодня являются главными бенефициарами распада Советского Союза. Сейчас проблемы борьбы с социализмом на территории России нет, куда важнее поставить под контроль единую российскую экономику, сделать ее открытой для иностранных инвестиций за рубежа, получить доступ к российской трубе. А вот эти бесконечные переговоры с несколькими царьками, которые выдергивают друг у друга ядерную кнопку и влюнтористки перекрывают трубопровод, вентили на трубопроводах, не добавляют стабильности процессу накопления капитала. И они не столь интересны западному миру, куда выгоднее было бы иметь под контрольную единую централизованную Россию, которая стабильно бы обеспечивала поставку ресурсов и не создавала угрозу применения ядерного оружия в связи с каким-нибудь локальным конфликтом между небольшими республиками, делящими влияние власть на территории бывшей единой объединенной, но распавшейся России. Очень характерный здесь пример события прошлых лет, даже прошлых десятилетий, отношения России и Украины по газовому вопросу. Вот вам, пожалуйста, две страны, объединенные общим газовым трубопроводом, сколько проблем Европейскому Союзу создали украинцы, вступая в газовый конфликт с Россией, каждый раз обещая перекрыть вентиль в Европу и тем самым потреблять оплаченный европейцами газ. Это как раз отголоски, такие побочные эффекты распада единой экономической системы, но если тогда, в конце 80-х, в начале 90-х это необходимо было для борьбы с социализмом, сегодня такой проблемы нет, и единая централизованная Россия является важным фактором стабильности мировой экономики. Другое дело, что это государство должно находиться под контролем западных инвесторов. Следующий вопрос.